ребят всем привет добрый вечер сейчас мы находимся в камбодже в городе семь рип камбоджийцев называют кхмерами а камбоджийскую кухню называют мерзкая кухня это звучит маленечко так мерзкий в общем ребят мы сейчас пошли заобзорить одно местечко очень интересная катя высмотрела в гугле мы посмотрели где самое популярное место где сконцентрирована вся движуха все рестораны это район олд маркет и мы сейчас направляемся в этом направлении нам идти всего 15-20 минут от нашей гостиницы и поснимаем общем к мерзкую кухню ребят потому что будет интересно чем питаются вкусно это или невкусно как это выглядит погнали если интересно сколько стоит бензин камбоджи мне кажется слава это три тысячи девятьсот пятьдесят местных денег этих да это приблизительно один доллар на улице температура сейчас примерно какая ощущать 30 28 28 очень комфортно не жарко прям смак ну и город живет где пахнет едой загорелись огоньки открылись вечерние кафе везде пахнет барбекю посмотрите очень много иностранцев этот город туристический он славится своим комплексным храмом ангкор ва если кто не знает в камбодже тоже я заметил нету тротуаров а где нету тротуаров нету тротуаров в китае в таиланде нету тротуаров и ребят в камбодже тоже тротуаров нету в общем правды пешеходам нету приходится ходить по дороге так пока не задает все по одному баксу как тебе такая кухня это просто заманиловка так понимаю да потому что здесь смотрю 5 4 6 вообще это заведение называется хэппи хэр пицца кто знает что такое хэппи пицца это когда в обычную пиццу добавляет приправу которая веселяющая приправа выбираете любую пиццу в меню и вам туда добавляют счастливую приправу да по запросу мы буквально отошли от пиццы вот это счастливой пиццы и парень к нам подходит с пакетиком предложил марихуану эту приправу которая добавляет в пиццу вот за сколько за 15 за 15 долларов пакетик вот так вот и где 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 еда вот видишь написано паб стрит скорее всего он там начинается все это безобразие паб стрит вау смотри чуть не напоминает какой-нибудь bungalow допустим так ну и чем вы туда пойдем или туда пойдем нет ну и чуть-чуть подальше там будет переулок между 8 и 9 улице ты знаешь нам пабы как не нужны я предлагаю поискать еду здесь наверно выпивка что еще потанцевать там мариванну там и так далее нам нужно поесть посмотри что написано пожалуйста покормите наших голодных рыб вашей мертвой кожей а вот здесь такие сеты то есть это можно попробовать именно к мерзкую кухню ну несколько блин несколько блюд сразу и предлагается вот из 3 сета первый сет за 8 баксов вот примерно вот так вот он выглядит второй сет выглядит это для одной почти 30 баксов стоит и вот этот цвет будет стоить 31 25 но мы искать решили в общем показывать что мы возьмем мы решили не с этом братья все по отдельности вот 7 репсу дальше это их как бы специальный обошел потом потом вот это вот карри ребята очень мирно а мы дальше и и и и и где он блинчик вот этот и вот этот не рынке все пойдем пиво мы заказали анкор разливное то это полдоллара ваше здоровье ребят разливное хочу вам сказать очень вкусно ребята в общем подали нам суп по-царски такие красивые тарелочки вот так вот постелили мне салфеточку на коленке очень приятно и куда такая красивая посуда очень шикарно выглядит самое главное того на ребят понимаете вот она пробую к мерзкий суп со свинины по вкусу ты знаешь фрагически ничем не отличается от том яма на такой же кистос суп только не то какого-то молочного такого вкуса ускори и самое главное такой ли лимонграсс все-таки кисто и лимоновый вкус какую нам штуку подали красота просто еще ребят на пришли одно национальное блюдо ну давай наверно супом наверно закончим я хочу чтоб ты попробовала это очень вкусный суп с карри убрали со свининой горячий но такой средний горячий сразу что придет на ум тебе такой вкус и манграс сразу же лимонный вкус да такой и карри это безумно вкусно это так вкусно вообще овощи такие слегка прихваченные то есть они не переваренные мягкая что тут имеется ребят смотрите тонко нарезанная свинина стручки фасоли вот это что такое вот это что такое лайм нет это какой-то овощи ну это лайм непонятное происхождение что это перец помидор помидор ты знаешь похоже на баклажанчик маленький а ну может быть зеленый да и скорее всего перец болгарской очень кстати придает да суп крутой нам принесли в общем все то что мы заказали это кмир амок и кмир крем и к этому всему еще подается вот такая ложка риса покрытая банановым листом покрыта такая ложечка этого мы не притронемся потому что у нас виды очень много мы взяли специально побольше на дегустацию я даже не знаю что это тесто мне кажется это как блин идет да да похоже как на блин тут еще соус вот такой интересный с арахисом как блин только какой-то травяной вкус сам она что же внутри смотрим здесь фарш я так понимаю как тут все привет креветки креветочки смотри крестой возможно даже это надо кушать руками выглядит безумно на непонятно вашу рыб рыбный фарш что ли а ну мы же заказались морепродуктами прям такое насыщенный такой прям рыбный вкус очень вкусно здесь фасоль фарш рыбы так понимаю креветки и морковка помидорка да похоже а это все свежие овощи свежие сырые хрустят да ты миска брод прошли точно эти руками из лесу соус соус лапки но острый что у нас здесь здесь когда эта трава идет я не знаю что трава как знаешь а что это такое не зуба морковь это похоже на базилик вот это да это салат обычно листья салата прочевый рыб блюдо очень морской шпинат похоже необычно рыбный вкус чувствуешь да да слегка припущенные овощи у меня прям слегка слегка но че вкусно очень вкусно все ребята от этого блюда переходим к этому кмер амок или амок амок мне кажется звучит лучше окей так попробуем разобрать здесь перец красный болгарский морковка с курицы да ты с курицы да я заказала и мне кажется это грибочки вот грибы я вижу да и сети на ванна попробуй надо вот именно вот так мне кажется да с бульон черпнуть бульоном нищая так сказать зараза подается кстати железной посудине с такой ручкой прикольно пока я обожаю да это совсем другой карри не такой как индийский карри да я люблю чуть-чуть такой знаешь прям такой со стрельцами да совершенно не острый карри овощи тоже слегка припущены вкус карри овощей курицы я не знаю что еще сказать грибочки да там еще грибы красота это грибочек да грибочек как в этом как в поменьше шампиньон знаешь нормально не так мне прямо мне ах ах но как она мне нравится мне даже больше нравится чем это ой мне прям вот этот подлит или как бульончик очень нравится пока что мне больше всего понравился суп одни вопрос оторваться невозможно мы все попробовали мы уже просто объелись мнение разошлись и у нас да немного разошлись мнения катя понравился кмир амок и с вами понравился кмир креп обожаю смотри берешь я уже приноровился берешь отламываешь вот так вот с блином вот этот всю начинку или как с блином правильно да сказать с блином да смотри берешь вот так вот все это дело берешь вот так вот соус этот сладкий маленько кисловатый и что делаешь берешь заправляешь что-то дело в рот вот это гаражик прям вкусно но все-таки у нас сошлись мнения ребята нам понравился суп единогласно да это мы прям на первое место поставили у меня на втором месте кмир амок уставы на втором месте кмир крем вот так и на четвертое место мы поставим рис который мы который мы не съели даже ни одной ложки все надо закругляться и мы говорили о том что пиво стоит его полдоллара да говорили пиво стоит полдоллара очень вкусно и супер дешево просто подарок все ребят нам принесли счет сколько у нас вышло 28 долларов 5 центов с учетом налог 10 процентов здесь берут налог да налог бат видишь бат 10 процентов и мы оставили немножко чаевые местные валюты местные валюты да очень было вкусно пойдем отсюда пока Катя как тебе массаж за 1 доллар а вот сейчас пойдем и попробуем в общем ребята прайс оказался не 1 доллар все таки а 2 доллара потому что она сказала что прайс 1 доллар это утренний прайс ладно ничего страшно по 2 доллара сделаем 30 минут массаж посмотрим как делают к миры массаж это реклама ну что реклама двигатель торговли молодцы все ребята общего заведения видно что на поток поставлена ой вот чекотно чекотно мне выделили такую девушку боевую у них сейчас процедура идет в общем протирает ноги тебе протерли да уже да и катя уже маслом да намазали маслом да да 60 бат это что 60 бат это очень дешево очень дешево очень дешево очень дешево 3 доллара 3 доллара это все ребята мы отключаемся сейчас 3 доллара это 90 бат целый час так это какое-то масло и вот у него боевое оружие вот эта палочка она будет ей надавливать на какие-то точки точки вот даже там видно парень надавливает какие-то болевые точки мы релакс потом расскажем как это потому что как-то не очень удобно снимать но они принципе разрешили поснимать да мы спросили разрешение да и они сказали окей да ну общее скажем так сказать заключение общее слово скажем по массажу окей хочу сказать что сегодня день начался 3 часа утра и сейчас времени 10 у меня прямо нет какого-то особого чувства усталости то есть день очень насыщенный очень яркий и в принципе мне он нравится до самого последнего до самой последней минуты все ребята закончили массаж мне очень понравилось 30 минут мне показалось это так мало а на самом деле нет по ощущениям как будто бы она дольше делала тебе не показалось возможно в общем размяла ноги она потом взяла свою эту палочку и начала давить на болевые какие-то точки было местами приятно неприятно в общем интересно было тебе понравился в целом массаж да очень понравился очень расслабил я хочу сказать после такого насыщенного дня это просто спасение я чуть не уснул вам ребята я грустен надо валить отсюда в общем массаж крутой 2 доллара все стоит на одну персону и что еще кухня нам ребята очень понравилось что еще можно сказать об этом да я думаю что мы передали свое настроение вам через камеру вот я думаю что вам тоже было вкусно вместе с нами и если вам это видео ребят понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и увидимся всем пока 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 пока